Всем привет! С вами Анташа Пархоменко и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как очень быстро, просто и легко приготовить вкуснейший, глянцевый, густой, а главное натуральный домашний майонез без яиц на молоке. Ну что ж, переступим к приготовлению. Для домашнего майонеза без яиц мне понадобится 200 мл подсолнечного рафинированного масла, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка с горкой обычной острой горчицы, 1-2 столовые ложки лимонного сока, 100 мл охлажденного молока. Приступаем к приготовлению. Для майонеза я взяла подсолнечное рафинированное масло. Масло обязательно должно быть рафинированным. Я его вылила в чашу погружного блендера. Обычным миксером у вас не получится сделать этот майонез. Обязательно его нужно взбивать погружным блендером. Теперь к маслу добавляю охлажденное молоко. Я его вот только что взяла из холодильника. Погружаю в блендер и буду взбивать в течение нескольких минут. Я все хорошенько взбила на протяжении 2 минут. Смотрите, вот такая у меня стала масса густая. Теперь к этой массе добавляю сахар, соль, горчицу. И для начала я добавлю 1 столовую ложку лимонного сока. Я все хорошо взобью. Потом я попробую. Если у меня вкус будет удовлетворять, то я больше сок лимонный добавлять не буду. Домашний майонез без яиц на молоке готов. Он получился глянцевый, очень густой, вкусный, а главное натуральный. Когда вы взобьете майонез, вы его попробуйте и доводите до того вкуса, который вам больше нравится. Может вам понадобится немножко больше соли или меньше. Может понадобится немножко больше лимонного сока. Когда вы взбиваете майонез, бывает такое, что он не взбивается, то есть остается жидким. То вы так вот в чаше блендера отправьте его в холодильник, пусть он постоит в холодильнике. Потом достаньте его и снова взбейте, и он у вас очень хорошо взобьется. Главное, этот майонез готовить из охлажденного молока и погружным блендером. Хранить майонез нужно в холодильнике, в баночке. Хранится такой майонез максимум 7 дней. Ну, на семье он очень быстро съедается. Я всегда вот приготовлю порцию, и буквально за 3 дня мы уже его съедаем. Этот майонез идеально подходит для салатов, бутербродов. Можно даже взять хлебушек, намазать на хлебушек и скушать. Будет тоже очень вкусно. Для запекания этот майонез не годится, так как при выпекании он будет расслаиваться. Из указанных ингредиентов получилось 300 грамм майонеза. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт, и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч!